Сегодня мы отмечаем Международный день грамотности. Этот праздник прошел в минувший выходной. О великом, могучем и современном русском языке Анастасия Коробенко. Е, мягкий знак, И. Мел в руках учителя русского языка Ирины Семеновой теперь бывает редко. Уже несколько лет ее верный помощник на уроках интерактивная доска. Одно дело, когда написано мелом на доске, обычным почерком. Другое дело, когда я здесь могу, вы видите, разным цветом выделить. И, используя анимацию, ввести в нужный момент и с нужным эффектом. То есть это удерживает внимание еще. А еще позволяет выполнять более сложные задания, используя при этом различные схемы, иллюстрации и даже звук. Никогда еще изучение русского языка не было таким увлекательным, рассказывает отличник народного образования Елена Кучерова. За ее плечами 30 лет педагогического стажа. Есть с чем сравнивать. Карточки писала, от руки очень много, потому что другого не было. Сидела, резала бритвочкой, дырочки на картонках, чтобы выдать детям такое, да, было. Отличает нынешних учеников и школьная программа. Они изучают больше, быстрее и раньше. Например, причастные, да и причастные обороты проходят теперь не в седьмом, а в шестом классе. Я сама раньше боялась, как они будут это понимать, познавать. И понимают, и усваивают очень хорошо. Они больше успеют. Дело не во временном, не в гонке, да, за временем, а в том, что они к материалу 11 класса подойдут просто более осознанно. Психологи доказали, что современные дети легко усваивают тонны информации и развиваются быстрее, чем их родители 30-40 лет назад. Меняется и русский язык, и в то же время остается прежним, чтобы разные поколения могли друг друга понимать. Мы решили проверить грамотность тюменцев и попросили их расставить правильные ударения в следующих словах. Нефтепровод, звонит и обеспечение. Все эти слова школьники изучают в 5-7 классах, но помнят ли об этом бывшие ученики? Звонить. Звонит, да, звонит. Нефтепровод или нефтепровод? Нефтепровод. Звонит. Звонит. Звонит все-таки, да? Не звонит. Или может быть звонит? Нет, звонит. Обеспечен, звонит, нефтепровод. Обеспечен, нефтепровод. Звонит и нефтепровод. Да, нефтепровод. Нефтепровод. Правильно. Вы молодцы. Откуда такие познания? Это что, школьный курс или сами штудируете словари? Да нет, в принципе. И школьный курс остался, и студенты. Выходит, не так уж и важно, насколько больше знают современные дети. Главное, чтобы эти знания остались и после школы. Анастасия Коробенко, Александр Вележанин, Сибинформбюро.